В Павлодарской области в самом разгаре межведомственное учение по реагированию на кризисные ситуации Бекет-2024. Сегодня отрабатывался сценарий защиты важных социальных объектов от рук вооруженных диверсантов и регулирования механизма по эвакуации населения. В рамках пятидневного комплекса учений Бекет-2024 проходит проверка готовности сил и средств подразделений территориальной обороны, правоохранительных и специальных органов к реагированию на сложные и чрезвычайные ситуации в стране. Одну из них сегодня попытались разыграть в одном из колледжей города, где был развернут сборно-эвакуационный пункт для эвакуации населения в загородную зону. Сначала каждый житель проходит регистрацию, потом получает средства индивидуальной защиты и посещает врача, если ему необходимо. Потом люди направляются в зал ожиданий, где они дожидаются эвакуации. Когда накопляются люди определенного количества людей, то есть мы по количеству сидячих мест в автобусе, которые у нас здесь будут выставлены, мы их, значит, выходим на площадку, садим в автобусы и направляем в загородную зону. То есть периодичность накопления идет так. Определенное количество по автобусу накапливается в накопителе, отправляется. Значит, следующая партия людей, которые в эвакуируем, опять же, направляются в СЭП и идет такой же процесс. Направить их планируют в эвакуационный лагерь в селе Мичурино. Рассчитан он на 200 лежачих мест. Тут имеется душ, столовая и медпункт. Также люди будут обеспечены одеждой и предметами первой необходимости. Кроме того, в рамках БИКИ-2024 прошли и боевые учения. Диверсионная разведывательная группа из 20 человек попыталась захватить нефтехимический завод, считающийся важным социальным объектом. Злоумышленники получили жесткий отпор от сил территориальной обороны. Военнослужащие бригады территориальной обороны Павлодарской области вооруженных сил Республики Казахстан выполняются задачи по охране и обороне особо важных стратегических объектов. С развертыванием системы блокпостов осуществляются контрольно-пропускные мероприятия. Здесь же повышаются практические навыки военнослужащих, что в итоге приводит к склаженным действиям каждого расчета на блокпосту. То есть, благодаря подобным учениям военнослужащие бригады всегда в готовности встать на защиту нашей страны и выполнить боевые задачи согласно боевому предназначению. Учения направлены на проверку состояния мобилизационной готовности у полномоченных органов и подразделений территориальной обороны, обеспечение межведомственной координации и отработка элементов взаимодействия разноведомственных сил. Ермик Сапаров, Евгений Олейник, Ертасакпарат.